Праздник мудрости и добра. Завтра во всем мире будут отмечать День пожилого человека. В Волгограде череду праздников открыл торжественный концерт в зале Музея Панорамы Сталинградская битва. Самые теплые слова благодарности в этот день звучат в адрес людей старшего поколения, поколения победителей, строителей и созидателей. Песня «Три танкиста», «Три веселого круга», «Экипаж», «Машина боевая». Это песня «Три танкиста». Они в ней поются, как три танкиста разведку проводили, как три танкиста всех победили. Я очень горжусь нашими ветеранами. Это очень хороший праздник. Затем, как Виктор Борисов вместе с ансамблем ветеранов исполняет песню про героев-танкистов, с улыбкой наблюдает Анатолий Венедиктович Козлов. В 42-м году он, молодой танкист, принимал участие в битве с армией Манштейна, рвущегося в Сталинград. Потом были сражения на Курской дуге, Вене, Будапеште. Как настроение, несмотря на погоду? Нормальное? В зале Музея Панорамы фронтовики, тружники тыла, малолетние узники фашистских лагерей, дети военного Сталинграда. Они отстояли независимость Родины, восстановили города, много сделав для развития страны. Виктор Иванович Першин в первый год войны на границу проводил отца, которому так и не суждено будет вернуться домой. Утром мама говорит, съездили бы за Волгой, до Рюбка привезли. А она затеяла хлеб печь. Приехали мы часа в два, в третьем. И где-то около четырех, может быть, там плюс-минус 15 минут, самолеты, и началась бомбежка. Знавший все улицы и переулки Виктор Першин будет провожать на позиции советских бойцов, переправлявшихся с левого берега Волги. А в 1944-м он отправится на фронт механиком водителя танка, знаменитой Т-34-ки. Самый долгожданный день победы он встретил в поверженной нацистской Германии. Такие встречи очень нужны и очень полезны. И когда видишь в глаза этих людей, насыщаешься их энергетикой и жизнелюбием. Глава Волгограда Ирина Гусева, поздравляясь с праздником заслуженных людей нашего города, отметила, что это праздник мудрости и добра. Я передаю вам от всех депутатов Волгоградской Думы, от всех жителей Волгограда, слова благодарности за ваш труд, слова благодарности за ваше тепло, понимание и заботы, за вашу мудрость. Низкий поклон за все, что вы для нас сделали. Я вам от души желаю добра, я желаю вам здоровья, я желаю, чтобы ваши родные и близкие вас радовали. Мне очень нужно, чтобы вы были рядом, ваша поддержка нужна, и совет. С праздником! Низкий поклон за все самое доброе. Пусть Бог вас хранит, а мы будем стараться. Глава Волгограда передала в подарок городскому сайту ветеранов большой плазменный телевизор, поблагодарив заслуженных людей города за огромный труд на благо нашего государства. Андрей Селин, Диана Зеленская, Евгений Марсаков. Первый Волгоградский канал. Диана Зеленская, Евгений Марсаков.